Приветствую, друзья. По сообщениям с передовой, нашими войсками были впервые с начала данного военного противостояния применены тяжелые фугасные авиабомбы ФАП-1500 с установленным на них универсальным модулем планирования и коррекции. Пишут, что целями выступили соединения противника в районе Антоновского моста. Получается, что нашими умельцами уже на уровне промышленного производства была рассчитана, успешно опробована и внедрена система, позволяющая работать нашим ВКС авиабомбами полуторатонной линейки, действуя на безопасном для наших самолетов расстоянии от частей ПВО противника. Грубо говоря, подвесили бомбу, взлетел, в установленной точке на определенных высоте и скорости произвел сброс и улетел домой. Далее работает сам модуль, который с заданными начальными данными, в виде указанных выше скорости и высоты, принесет бомбу к месту ее посадки на голову неприятеля. Информация о дальности применения ФАП-1500 с УМПК весьма разнится. Есть утверждение, что модуль УМПК снабжается импульсно-реактивным двигателем, что позволяет поражать цели на расстоянии 100-150 км, в то время как обычный модуль коррекции, например, у ФАП-500 планируют на расстояние в 60 км. Также есть информация, что на ФАП-1500 с УМПК разработчики устанавливают инерциальную навигационную систему наведения, а также спутниковый навигационный приемник, что уменьшает отклонение заряда от цели до 5 метров. Нетрудно себе представить погрешность в 5 метров при прилете полуторатонного фугаса. Его можно сказать нет совсем. Способом доставки данного подарка на линию боевого соприкосновения могут выступать самолеты Су-34 последних версий, Су-35 и, с недавнего времени, Су-34 более ранних моделей получили эту возможность после некоторой своей доработки. К слову, один наш крылатый способен нести сразу два таких фугасных подарка. О характере наносимого ущерба ФАП-1500 можно многое сказать, лишь указав диаметр воронки в 15 метров и площади поражения в 2 квадратных километра. Чем ближе к эпицентру взрыва 700 кг тротила авиабомбы, тем сильнее нанесенный ущерб. И тех, кому посчастливилось оказаться в границах 100, 200 и даже 300 метров, можно даже не пытаться искать. Микроскопов на передовой нет, а по-другому, молекулярную составляющую личного состава противника найти не получится. Так вижу, друзья. Не забываем подписываться на мой телеграм-канал. Ссылка будет в первом закрепленном комментарии к видео. Записать видео по всем текстам просто физически нереально, а потому читайте их именно в телеге. Всегда остро и с любовью к нашей стране, России. Также дублируй в телеграм-канале видеоконтент с ютуба. Так, на всякий случай. Присоединяйтесь.